Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Свежо, вкусно и недорого. В преддверии Дня защитника Отечества и праздника Масленицы в трех районах Самары начала работу сельскохозяйственная ярмарка, которая уже стала для областной столицы доброй русской традицией. Таким образом, городские и областные власти дали возможность местным производителям подзаработать, а покупателям отведать продукты, сделанные в родном регионе. Подходите, берите мед вкусный, ароматный, сафлоровый, цветочный, луговой, очень полезный. Ярмарка встречает самарцев медом, хлебом и невысокими, как выяснилось, ценами. Товары на прилавках и в закромах в изобилии. За сотни километров из Исаклинского района сюда привезли пироги с яблоками, абрикосами, курагой. Вот приехали к вам, радовать народ городской, показать, чем умеем делать. Тамара Фейченко с утра пораньше собралась за продуктами, но идти далеко не пришлось. Выручила ярмарка, которая расположилась на пересечении Авроры и Аэродромной. Просто вышла, вот смотрю, ярмарка, удивилась, обрадовалась. Ну, потому что все-таки подешевле, наверное, можно тут купить. Цены и впрямь не кусаются. Это связано с тем, что за место на ярмарке продавцы не платят. Городские и областные власти дают возможность местным производителям торговать вкусными и свежими продуктами собственного производства. Я купила три килограмма яблок. Вот теперь буду витаминами питаться. И пойду еще мед куплю. Очень удобная форма торговли. Очень удобная. Подобные сельскохозяйственные ярмарки в областной столице обещают сделать доброй традицией. На ярмарке свою продукцию представили производители практически со всех уголков губернии. Особенно покупателей порадовали низкие, но оправданные цены на мясо. Свинина и говядина значительно дешевле. Свинину можно даже за 180 купить. Вся, не сортовая. А говядина и 250 есть. Следующая ярмарка запланирована на 8 марта. Чтобы ассортимент был еще больше, планируют пригласить и производители из соседних регионов. Нынешняя же ярмарка будет работать 20 и 21 февраля в нескольких районах города. В Куйбышевском на пересечении Пугачевского тракта и улицы Нефтяников. В Советском на пересечении Авроры и Аэродромной. В Промышленном на пересечении Московского шоссе и улицы Воронежской. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Порядка 400 урн ежедневно очищают сотрудники компании СКК в Самарском районе областной столицы. В последнее время работы значительно прибавилось. К урнам начали сносить не только мелкий мусор. Отходы туда складывают и работники объектов потребительского рынка. На уборку мусора в Самарском районе рабочие компании СКК выходят с самого утра. Надо успеть очистить все урны до того, как проснется город. За сутки мусоровоз очищает порядка 400 урн по всей территории района. В автопарке компании более 30 машин. Сейчас работы прибавилось, говорят уборщики. Вокруг еще накладывают. Жильцам трудно сходить до контейнеров. Выкидывают к урнам. Но не только жители складывают мусор возле урн. Сюда же пустые коробки-ящики складируют торговцы из ближайших киосков и магазинов. Хотя небольшие урны предназначены только для сбора мелкого мусора. Особенно продуктовые магазины этим грешатки. Кидают туда свои коробочки и вообще всякие отбросы. Ну, конечно. Вот эти заполненные тоже бывают. Они хотя не для этого поставили. Урны хорошо чистят. Потому что я несколько раз видела машины проезжать. Прямо оперативно вынимают эти мешки, грузят, вывозят. Это неплохо делается. Молодцы. В общем-то, что это все организовали. Ну, а то, что магазины выносят, конечно, сумки выкладывают. И это даже за ними убирают. Из-за большого количества мусора в неположенных местах рабочим приходится тратить больше времени на уборку территории района. Во-первых, это крайне неблагоприятно. Складывается на внешнем облике Самарского района. Это является нарушением правил благоустройства. Является нарушением санитарных правил. За чистоту в городе в ответе не только сотрудники коммунальных служб. Горожане тоже должны быть сознательны и относить мусор не к курнам, а к контейнерным площадкам. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Из-за одного незаконного строения сотни жителей Октябрьского района Самары рискуют в лучшем случае остаться без тепла, в худшем подорвать здоровье. Под фундаментом офисного центра по адресу улицы Николая Панова, 38А, обнаружены повреждения на участке теплотрассы. Дом номер 38А на улице Панова возвели еще в 80-е. Тогда же появился и пристрой. Сначала в нем располагался магазин, и вся постройка проходила вдоль теплотрассы. Около 10 лет назад помещение выкупили новые собственники. По словам представителей предприятия тепловых сетей, они расширили площадь помещения. Сдвинули стену примерно на метр, благополучно расположившись на участке теплосети. Нынешние владельцы утверждают, ничего не нарушали, и теплотрасса под их офисом оказалась из-за ошибки в чертежах. При оформлении документов у нас, в общем-то, по всем нашим документам, теплотрасса, она показана где-то на порядка двух метров от нашего здания. То есть, что там, чего там, естественно, мы не знали и знать не могли. Повреждение на этом участке случилось около полутора недель назад. Ежедневно рабочие откачивают горячую воду из тепловых камер. Из-за аварийной ситуации на Паново 38А жители 16 близлежащих домов могут остаться без тепла. Более того, если горячая вода зальет улицу, прохожие рискуют получить ожоги. Безопасность сотрудников офиса тоже под угрозой. Плита перекрытия в любое время может проломиться. И, значит, несущая ограждающая конструкция здания, она просто провалится в канал теплосети. Вот. То есть, если посмотреть, здесь вот уже вот на здании имеется трещина. Вот. Скорее всего, что уже процесс разрушения пошел. Специалисты говорят, решить проблему можно двумя способами. Проложить новый участок теплосети вдоль здания, либо просто снести незаконную конструкцию. На днях решение будет принято. Проблему обсудят с городскими властями. Алина Чемерис, Станислав Левин. События. Установите на крыше ветряную мельницу и смотрите телевизор бесплатно. В университете путей сообщения изобретатели придумали и сконструировали установку, которая производит электрический ток от ветра. Как экономить на электричестве в масштабах целого города, расскажет наш корреспондент. Идеальный дом, тот, в котором не надо платить за свет и тепло, считают в лаборатории Самарского университета путей сообщения. Шесть лет научные сотрудники трудятся над своим изобретением. Их энергоустановка, диагональная ветротурбина, может позволить производить и потреблять электричество абсолютно бесплатно. Вот это самая ветрогенераторная установка, разработанная у нас в университете. При воздействии ветра на лопасти, они приходят в движение, вырабатываются электроэнергией, которая передается на нагрузку, установленную у нас в лаборатории внизу. Это экспериментальный образец. Производят всего один киловатт электроэнергии в час. Также установка способна накапливать энергию ветра и снабжать здание током даже в штиль. Предприниматель Тимофей Корягин представил городским властям проект, по которому с помощью подобных агрегатов можно освещать городские улицы. И не только. Первая группа клиентов – это сотовые операторы. То есть те мачты, которые они сейчас используют для реотрансляции своего сигнала, их же можно использовать в качестве мачты для установки нашей ветротурбины. Вторая очередь – это девелоперы-строители, те, которые занимаются не просто строительством, но еще эксплуатацией своих же зданий. То есть для них важно будет сэкономить, уменьшить себестоимость проживания. Для многоэтажки – это освещение придомовых территорий, освещение подъездов. Для операторов сотовой связи – электроснабжение передатчиков, электроснабжение вспомогательных бытовых нужд. Мощность установки, проектируемой, должна составить 2-3 киловатта электрической энергии. Ну и в перспективе при увеличении габаритов эта мощность можно увеличить до 5 киловатт. В перспективе разработчики хотят снабдить своей установкой коттеджные поселки, предприятия и высотные жилые дома. Зачем платить, если можно получать электричество за счет неиссякаемых ресурсов, таких как ветер? Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Незаконные афишные стенды, установленные около Самарской филармонии, демонтировали. Сообщение блогеров о том, что в центре города появились рекламные конструкции и, по всей видимости, нелегально, появилось в Твиттере. Конструкции установлены не по схеме, сегодня будут демонтированы. Акт на нарушителей составлен, ответил на твит руководитель городского комитета по наружной рекламе Сергей Никифорчук. Он также сообщил, что конструкция была установлена Тольяттинской компанией «Революция реклама». В комментариях к записи пользователи отмечают, что подобные стенды появились по всему городу и высказывают сомнения в их законности и эстетичности. В сети появилась информация о новом акте вандализма в отношении городского пассажирского транспорта. Неизвестные снова разрисовали трамвай. Случилось это в аккурат накануне столетнего юбилея Самарского трамвая. В редакцию прислали фотографии, сделанные на станции в районе улицы Земица. В трамвайно-троллейбусном управлении информацию о случившемся подтвердили и сообщили, что сотрудникам муниципального предприятия удалось задержать хулиганов и передать в руки полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Похожий случай в Самаре произошел совсем недавно, 1 февраля. Сотрудник ТТУ, пытавшийся остановить вандалов, был избит. Правоохранители возбудили уголовное дело. Поиск хулиганов продолжается. Получать подарки в преддверии Дня защитника Отечества мужчинам приятнее из женских рук. Зная это, инициативу проявила и прекрасная половина инспекторов ДПС. Девушки в форме поздравили водителей без отрыва от службы. Милая улыбка девушки, инспектора и взмах жезла вряд ли позволят водителю проехать мимо. Некоторые мужчины признаются, даже хотят остановиться и предъявить документы. Получить подарок в канун 23 февраля всегда приятно. Подобные акции инспекторы ДПС проводят ежегодно. Они, конечно же, прежде всего привлекают внимание общественности о том, что госавтоинспекция не только наказывает водителей, но и, конечно же, поощряет их за то, что они не нарушают правила дорожного движения, тем самым отмечая вежливых водителей. Владимир Шухарев за рулем больше 30 лет. И за все время вождения, по его словам, не заработал ни одного штрафа. Хоть с инспекторами ДПС на дороге сталкиваться приходилось, подарок дарят впервые. Я вообще слов не могу найти. Все прекрасно. Даже неожиданно просто и все. Что останавливает ГИБДД и дарят подарок. Обычно наоборот получают, если остановят, если провинишься. Очень приятно. Акция в преддверии Дня защитника Отечества прошла в двух районах города. Подарки на самарских дорогах получили несколько десятков водителей. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. В честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне указом президента России утверждена юбилейная медаль. Этой наградой удостоены порядка 50 тысяч жителей области. Участники войны и труженики тыла. В канун празднования 23 февраля губернатор Николай Меркушкин вручил ветеранам первые награды. У нас не было детства и не было школы, рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Петр Александрович Горшков. В 10 лет он каждый день шел на работу наравне со взрослыми. Не доедали и не досыпали. О том трудном времени вспоминать тяжело, признается ветеран. Но забывать нельзя. Поэтому Петр Александрович решил издать книгу. Он выиграл грант на издание 3000 экземпляров. Называется «Горький хлеб тыла», которые будут розданы уже во всю область, во всем школам. А их у нас 697. Каждая библиотека получит книги. И безусловно на нас возлагается очень-очень серьезная ноша. Это для того, чтобы нашим малышам, нашим взрослым, детишкам говорить то, что мы прожили. Первую книгу «Горький хлеб тыла» Петр Александрович подарил губернатору Самарской области. Ветеран в числе первых, кто удостоен юбилейной медали от имени президента России к 70-летию победы. Глава региона Николай Меркушкин особенно отметил важность патриотического воспитания молодежи. Величие победы, значимость победы, в том числе для молодого поколения, она исключительно важна. Тем более сейчас заметно, что молодежь к этой дате и вообще к событиям, и все, что связано с ветеранами, стало значительно внимательнее относительно. Сам праздник Санислава нужно использовать еще раз, чтобы больше наши молодые люди прониклись в эти чувства, прониклись в этой гордостью. Всего юбилейными медалями к 70-летию победы от имени президента России награждены почти 50 тысяч жителей Самарской области. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Масленица идет, блин да мед несет. В школе 119 праздник весны отметили с размахом. Все в лучших традициях. Народные гуляния, сожжение чучела и, конечно, блины. По древнеславянской традиции огромное чучело-масленица к месту народных гуляний везли несколько сотен лошадей. В 119 школе небольшую куклу просто вынесли во двор. Катя Антонова масленичную неделю каждый год ждет с нетерпением. Рассказывает, всегда помогает маме печь блины. Праздничные традиции в семье чтят и соблюдают. Помимо того, что жигать чучело, надо обязательно убраться после зимы, зимнюю уборку сделать. Сбить все сосульки, чтобы понять, что зима уже все ушла в прошлое. Третьеклассница Вика Антипова – настоящий блинный гурман. Масленицу считает самой вкусной из всех праздников. Можно есть очень-очень много блинов, можно их объедаться. Жалко, что она идет всего лишь неделю. Пусть она лучше остается на целый год. Масленицу в 119-й школе отмечают ежегодно. Главные атрибуты – горящие чучело, игры на свежем воздухе и, конечно, блины. На проводах зимы присутствуют всегда. В этот раз на масленичных гуляниях собрались около сотни школьников. Румяные щеки, пара за рта, но весь праздник ребята стойко выдержали. Мы мороза не боимся и, как видите, 20 градусов, а мы на улице. Сейчас мы потанцуем по пляшам, поиграем в разные игры, конкурсы, а потом перейдем в столовую и будем уже угощаться блинами. Блины для школьников по лучшим домашним рецептам. Ребята уплетают лакомства за обе щеки. Мастерицы дел блинных делятся своими секретами. Секреты. Когда блины разведешь на сметанке, вот тогда блиночки, они и есть блиночки хорошие. Положишь сахарку, положишь немножко дрожжей. Блинов на всех хватило с лихвой. Ребята хором благодарили поваров. Спасибо! Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. В эти дни праздничные гуляния проходят по всему городу. 22 февраля, в последний день Масленичной недели, на центральных районных площадках пройдут концертные программы. Спортивные состязания и продажи работ народных умельцев. На площади ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе праздник стартует в 12 часов. В железнодорожном районе гулять будут в сквере Санфировой, на аэродромной. В Кировском возле ДК имени Кирова. В Красноглинском перед ДК «Октябрь», «Чайка», «Сатурн», «Пламя». В Ленинском районе у музея Лабина. А также в парках Гагарина, молодежной в сквере Высоцкого, Чехова. Главные гуляния пройдут на площади Куйбышева. Здесь выступят лучшие творческие коллективы Самары. А также московские исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Кульминацией Масленицы станет запуск в небо бумажных жаворонков. На время празднования Масленицы в центре Самары будет ограничено движение с 8 утра до 9 часов вечера. По улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской. По улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Ограничение не коснется городского пассажирского транспорта. Он проследует по своим маршрутам и расписанию. Кроме того, движение будет открыто для спецмашин и транспорта с пропусками, утвержденными ГИБДД. Узнать больше об истории Куйбышева самарцы могут в галерее «Виктория». В выставочном зале в эти дни проходит фестиваль документального кино. В ближайшие четыре дня организаторы намерены раскрыть немало новых подробностей из жизни города на Волге, куда было эвакуировано правительство, оборонные предприятия и даже труппа Большого театра. И как жили простые люди, что ели и пили, какие читали книги. На первый взгляд никаких актеров. Лишь документальное пространство. Самара – город с уникальной историей. Наряду с общеизвестными фактами, к примеру, эвакуации в годы Великой Отечественной 40 крупных предприятий и военных заводов, есть и белые пятна. Уникальный архив студии «Кинохроники» приоткрывает завесу тайн. Накуплен огромный архив Самарской студии «Кинохроники». Фактически за 90 лет истории. Не каждый регион в нашей России может гордиться, что на их территории была создана такая студия – студия «Кинохроники». Хранители кинолетописи считают, не все знают, как жил город до революции и в военные годы, чем занимались рядовые самарцы. Мы решили показать еще один советский взгляд, такой красивый, отточенный, мастерски сделанный взгляд на Россию и точнее на город Куйбышев. Наконец мы решили собрать 4 дня, показывать их фильмы о нашем прошлом, которые, конечно, дают уроки и для нашего настоящего. Фестиваль документального кино продлится до 22 февраля. Фильмы будут показывать ежедневно с 7 до 9 вечера в галерее «Виктория». Всего самарцы увидят порядка 20 кинолент. Валерия Квасневская, Константин Головин. События. Вся следующая неделя в Самаре будет посвящена теннису. Масштабные события стартуют 23 февраля и продлится до 1 марта. Турнир подобного уровня наш город принимает впервые с 1971 года. Спортивный центр «Грация» откроет двери для 128 спортсменов из 50 регионов страны. И, конечно же, всех болельщиков. В ходе чемпионата будут работать и волонтеры, которых задействуют для встречи гостей в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Они также будут помогать участникам и гостям во время проведения соревнований. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». На медне на совещании у премьер-министра представители профильных ведомств обсуждали возможную приостановку с 2016-2017 годов выплаты пенсии тем работающим пенсионерам, чей годовой доход достигает 1 миллиона рублей. И, как говорят, предложение было поддержано. Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время. Участники встречи подчеркнули, что мера не коснется большинства граждан, а только тех пенсионеров, кто зарабатывает свыше 83 тысяч в месяц. Это примерно 220 тысяч человек. Странная идея, а вряд ли проблему кризиса решить удастся. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий продлевать срок бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2018 года. По действующему законодательству, бесплатная приватизация заканчивается 1 марта 2015 года. По мнению депутатов, необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2015 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Рост туристического потока в сфере путешествий по России в 2015 году может составить от 30 до 50%. Это связано с выходом на российский рынок крупнейших туроператоров по выездному туризму. Соответствующие предложения подготовили Pegas Touristik, Biblioglobus, Coral Travel, Annex Tour, Intourist и некоторые другие компании. Также подчеркнута важность международного опыта российских туроператоров при создании внутреннего туризма. Ну, у российских туристов без вариантов. А на сегодня это все. Хороших выходных! Во время матчей «Крыльев» в районе стадиона «Металлург» перестанут продавать алкоголь. Шесть команд из Самарской и Ульяновской областей выступят на турнире памяти Бориса Поварчука. Ладья потерпела сокрушительное поражение от Тюменского легиона. В Самаре в дни матчей «Крыльев Советов» не будут продавать алкоголь в районе стадиона «Металлург». Соответствующее распоряжение было принято областным правительством. В соответствии с федеральными законами и постановлениями правительства Самарской области 14 и 22 марта, 5 и 19 апреля, 3 и 24 мая вводится полный запрет на продажу алкогольной продукции в границах территории, образуемой пересечением улиц Победы, Олимпийской, Алма-Атинской, Черемшанской и проспектом Кирова. В рамках предсезонной подготовки областные футбольные команды выступят на ежегодном мемориале Бориса Поварчука, который пройдет с 21 по 24 февраля на Сызранском стадионе «Кристалл». Впервые за последние три года в соревнованиях примет участие Тольяттинская «Лада». Всего же в 11-м турнире памяти Поварчука сыграют шесть команд Самарской и Ульяновской областей. В очередном матче чемпионата МХЛ Тольяттинская «Ладья» на выезде встречалась с Тюменским легионом. Счет в начале игры открыл игрок «Ладьи» Никита Марковский уже на третьей минуте, но потом вплоть до третьего периода забивал только Тюменский легион. У «Ладьи» только Егор Бабенко смог сделать дубль, но хозяева до конца игрового времени забросили еще две шайбы. Поражение «Ладьи» со счетом 3-7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»